Всем здравствуйте! Сегодня очередной эфир с демонстрацией экрана, потому что я все еще не дома и у меня нет возможности вести сейчас мастер-классы, поэтому я сегодня поотвечаю на ваши вопросы, если, конечно, это возможно сделать в контексте прямого эфира Instagram, потому что здесь, вы знаете, многие вопросы, вы даже если пишете, я их не всегда могу здесь увидеть. Сегодня я хотела поговорить о шести оттенках гель-лака, которые очень яркие, сочные и которые были созданы специально для этого лета, хотя гамма такая, которая вот сейчас наступающая осень, будет прям приветствовать. Сейчас мы с вами посмотрим, что это за оттенки. У меня будет такая, знаете, небольшая демонстрация экрана. Смотрите, как неприкольно девочки сняли. Я хотела сегодня поговорить об оттенках 407, 404, 403, 408, 405 и 406. 405 оттенок это очень красивый нюдовый оттенок и он холодный. Вот вообще коллекция всех этих шести оттенков, она больше направлена на температуру с плюсом, но конкретно 405 оттенок он холодный. Кто в курсе, я так думаю, у многих есть эта коллекция. Когда-то она была в рамках именно набора, выпущена еще в феврале, по-моему, месяце. А нет, в марте мы ее выпускали, по-моему. Коллекция называлась From Down to Dusk. Поставьте плюсики, у кого есть эта коллекция. Называлась она From Down to Dusk. Наборов уже нет. В рамках набора эта коллекция уже вся распродана. Но у нас есть эти цвета поштучно. Почему? Эти оттенки мы колеровали специально для того, чтобы оставить их в базовом ассортименте. Вы знаете, что мы за последний год очень сильно изменили базовый ассортимент. И сейчас активно начинаем выпускать очень много коллекций, чтобы заполнить этот базовый ассортимент. Вот бежевый оттенок из этой коллекции, он был нужен, его прям не хватало. Следующий оттенок, видите, 408. Это такой глубокий сливовый оттенок. Да, здравствуйте, девочки. Сегодня обязательно с вами поговорю не только о продуктах, а вообще мне хочется с вами поделиться своим настроением, своим зарядом, вас немножко взбодрить, зарядить. Оттенок, кстати, от которого вы сейчас видите, это такая база. Есть категория клиентов, которая постоянно такое покрывает из месяца в месяц, и неважно какой сезон. 407 цвет. Сейчас смотрим поближе. 407 оттенок. Там два оттенка теплых. Коралловый и ярко-красный. Коралловый и ярко-красный. Я сижу против света. Мне так плохо видно. Так, смотрите, оттенок. Это больше, видите, такой вот. Вы какой цвет видите на экране? Я сижу сама, пытаюсь въехать, у меня даже выкраски под рукой нету. Да, это коралл. Причем этот коралл, он с белилами идет. А 403 оттенок, это оттенок красного, он идет без белил. Так, смотрите, вот сейчас вы увидите. Я там потом еще видео покажу отдельно. На руках специально эти два цвета. Вот для любителей красного оттенка. Вот кто любит красный, прям коллекционирует красного. Потому что есть такие клиенты, которые, ну реально, ей сколько красных не покажешь, ей все мало. Вот именно того красного, которого у тебя нет, она именно такой захочет. Это очень красивый красный цвет. В составе идет неоновая паста. За счет этой неоновой пасты цвет приобретает такой алло-морковный цвет. Но я бы не сказала, что он морковный. Потому что здесь в составе желтого пигмента вообще нет. Здесь именно такой вот красный-красный-алый цвет. Такой тепленький. Очень хорошо блондинкам. Возможно, не всем брюнеткам такое подойдет. Но вот кто светленький, клиенты любят красный, этот красный прям для них. 403 цвет. Офигенный зеленый цвет. Этого цвета была, вот осень, зима, которая была, и наступающая весна. Очень много в показах было именно вот этого цвета. Это считается одним из самых, знаете, трендовых, модных цветов. Зелень, она вообще уже какой, второй год, это прям тренд. И эти зеленые, они постоянно присутствуют в каждом показе. Просто периодически эта гамма, она чуть-чуть меняется. Вот 404 цвет мы решили сделать вот именно вот таким. Это цвет молодой листвы. Знаете, вот когда листочки начинают распускаться, такие масляные, получается такой вот очень красивый цвет. Зелененький. 406. О, блин, я перепутала. У меня здесь просто так солнце светит. Короче, тот 402, который был, это был такой, как же это, он называется этот цвет. Я не могу даже вам и... Вот этот как раз у нас коралловый цвет. Блин, мне самой тяжело сейчас. Подождите, я вам покажу выкраску саму. Я сижу через экран. Вот, смотрите, вот сама коллекция. Получается, 406 цвет это коралловый, а 407, смотрите, он вот такой, это не бордовый, не коричневый, это не оранжевый цвет. Это вот что-то среднее между кофе с молоком и чуть-чуть, если туда красного пигмента добавить. Получается такой очень сложный, красивый цвет, чем-то напоминает, у нас как-то был оттенок очень давно-давно, назывался пыльный кедр. Вот кто помнит, вот что-то из этой категории, пыльный кедр, номер 407. Так, давайте смотреть дальше, а то Катя уже сама запуталась. Вот здесь вот специально вывела на экран именно красный цвет, 403, и коралловый, 406. Видите разницу? Вот коралловый, он идет с примесью белого пигмента, он матирующий, а красный, 403, он именно вот такой вот прям вот сочный, красный, оттенок, немножко теплый. Не всем, возможно, брюнеткам подойдет, там в зависимости от цвета кожи будет. Вот, а вообще классно и блондинкам, и брюнеткам, и особенно блондинкам. Этот цвет красный, необыкновенный. Кто, кстати, любит красный, кто коллекционирует красные оттенки гель-лаковые? Пишите, есть такие клиенты или мастера? Клиент обычно выбирает какой-то один красный и пользуется им года два. Потом через два года он берет новый красный и снова им пользуется. И так до бесконечности. Ладно, я включу сейчас еще раз это видео. Еще раз мы его сейчас посмотрим. А я пока вам порассказываю. У нас предстоит впереди с вами осенне-зимний период. Очень красивая коллекция получилась. Я ее все еще не показываю, хотя ее уже начали, по-моему, отгружать дистрибьютором. Еще официального старта продаж нет, но он скоро уже будет. Я уже так потихонечку начала вам тренды показывать, кто не видел эфир. Я через тренды делала такую подводку небольшую по цветовой наполненности будущей коллекции. Цвета очень сложные. Вот они прям такие вот сложные, красивые колеры. Некоторые колеры у нас заняли несколько месяцев. Мы их переколировали по 35 раз, вот пока не получили тот эффект, который был нужен. Смотрите, этого набора сейчас нет в наличии цвета, которые я вам показываю. Я это уже сказала чуть раньше. Кто помнит, был набор весной From Down to Dusk. Наборы уже закончились, но остались гель-лаки поштучно. Плюс эти цвета все вошли в базовый ассортимент. Вы знаете, что мы сейчас расширяем очень сильно базовый ассортимент. Вернее, обновляем, не расширяем, потому что когда произошли события прошлого года, это повлекло за собой отказ от работы с российскими производителями многих поставщиков европейского сырья. И в том числе у нас, с чем вопрос встал, это с пастами пигментными. Потому что мы закупали у одной европейской компании, и она отказалась поставлять нам эти пигментные пасты. От них зависит цвет очень сильно, и иной раз было практически невозможно попасть один в один. Поэтому мы приняли решение, очень многие цвета их просто сняли с производства, и начали делать новое наполнение базового ассортимента. Поэтому у нас был период продолжительный, когда вообще не было гель-лаков толком. Как бы очень был узкий ассортимент, там буквально 90 гель-лаков было. Номеров, которые реально можно было купить. Остальные все были на выводе, либо они вообще уже их не было. Вот, и сейчас мы за этот год активно выпустили очень много коллекций. Как раз вот From Down to Dusk это была такая коллекция. Все эти цвета, они будут поддерживаться, они будут постоянно в базовом ассортименте. И здесь я хотела бы обратить ваше внимание на цвета. Бежевый, который был первый, потому что это прям такая база. Красный цвет, 403, это тоже прям такой базовый цвет, очень ходовой. Ягодный, вот такой сливово-бордовый, тоже он очень классный. И зеленый, конечно. Зеленый, хотя вот, знаете, вот я сейчас перечисляю, там все цвета, они относятся к базе. Мы сейчас все коллекции формируем на основе того, это мега-ходовые колеры, или это такая разовая история. Вот сейчас стараемся коллекции выпускать, чтобы не было разовой истории. Даже коллекция осень, пусть она очень необычные колеры содержит, но это все очень интересные, сложно сочиненные. Тона, полутона, где-то с перламутром, с блестком. Поэтому осень вас ожидает очень красивая. И декорации необычные получились. Там, наконец-то, в шермиконах получилось сделать кое-какие интересные детали, которые сначала хотели делать в одних декорациях, потом в других. Потом поняли, что это можно произвести только в рамках шермиконов. Я на этой неделе сделаю обязательно уже обзор по декорациям, которые поступают в продажу тоже в августе. Вот осенняя коллекция, она тоже поступает в августе. Цвета, которые я вам сейчас показываю, даже вот этот 404 цвет, это прям такой хороший, в том числе и осенний цвет. Потому что сейчас границы между осенью и зимой, между летом, весной, между периодами осенне-зимним и весенне-летним стираются вообще, нет границ. Многие модные дома предлагают в летней гамме зимние вещи. И наоборот, многие модные дома и масс-маркет предлагают летние вещи в такой осенне-зимней гамме. Понимаете? И то же самое с маникюром происходит абсолютно. Поэтому здесь не нужно ориентироваться прям на сильно тренды, которые нам диктуют, знаете, какие-то условности нашего социума. То, что вот принято, да, вот там принято летом покрывать неоновыми цветами. Мы будем только летом это покрывать. На самом деле сейчас уже этих правил нет. И не нужно этого придерживаться. Сейчас реально неоновыми цветами спокойно можно покрывать в осенне-зимний период. При этом быть одетой в абсолютно осенний гардероб. Понимаете? В абсолютно осенний гардероб. И у вас будут, например, неоновые розовые ногти. Или, например, зеленые ногти. Сейчас многие женщины уже готовы покрывать ногти зеленым. А два года назад, когда в моду вошел тренд вообще на зеленый, многие мастера маникюра, знаете, как мне писали даже в комментариях, да какой кошмар, да какой ужас, да, этой идиоткой надо быть, чтобы покрыть ногти зеленым цветом. И при этом, смотрите, прошло два с половиной года. И сейчас встретить зеленым маникюром женщину, это вообще как бы, ну, не редкость совсем. Не исключение из правил. Это реально уже норма. Вот. Как-то так. О чем еще можно сегодня поговорить? Я хотела вам рассказать, как прекрасно я провела вообще здесь дни в Москве, в Санкт-Петербурге. Вот так получается, что мне нужно поменять паспорт, вообще документы, потому что я поменяла фамилию. Вот кто не в курсе, я теперь не Екатерина Мирошниченко по паспорту, а я теперь Екатерина Криворотова. Я когда... Давайте я сейчас выключу демонстрацию. Так, прекратить публикацию. И вот кто-то пишет, смотрите, я зеленый, не успеваю покупать. Все верно. Сейчас клиенты, они, конечно, стали очень смелыми. История моя смешная про мою фамилию. Я приехала в Москву сделать загранпаспорт ускоренно. Это можно сделать только в Москве. И то там через знакомых. Пришла в эту контору. И они очень долго не могли разобраться, какой у меня муж, где у меня девичья фамилия, сколько раз я была замужем и так далее. Потому что у меня стоит графа, сколько раз вы меняли фамилию. У меня написано три раза. А когда я заполняла эти документы, я не расписала дату смены каждой фамилии. Указала только дату последней смены. А у меня там так интересно. Я была Мирошниченко, стала Криворотова в день свадьбы. Потом через два года я снова стала Мирошниченко. И месяц назад я снова с Мирошниченко стала Криворотовой. И того у меня три раза. По факту муж один. И, короче, когда паспортный стол вообще въехал, что происходит, с меня ржали все. Они меня, конечно, довели до слез. Я разрыдалась, потому что я не могла им объяснить, что происходит. Почему у меня опять та же фамилия, которая была при первом замужестве. Я говорю, это не первое замужество. Я сейчас не во втором замужестве. У меня муж все один и тот же. В общем, как мне одна моя знакомая Юля Ивлева сказала, с которой я не так давно познакомилась. Она говорит, ты играешь. У тебя какая-то тут игра идет. Я, конечно, очень долго думала, что это у меня за игра с фамилиями идет. Но вот как-то так. И я сейчас застряла здесь в Москве. Жду, когда мне дадут паспорт. Не уеду, пока не получу паспорт. Потому что мне для работы скоро нужно будет улететь на целый месяц. Вот такая смешная история. Катя, расскажите, как вы делали типсы для рилс. И потом их на что клеили, чтобы снять видео и снять типсы. Смотрите. В каком-то из видео я показывала в прямом эфире клей, который я использовала. У меня помощница случайно перепутала. И купила вместо суперклея, купила клей-момент. Прикиньте, я когда увидела, говорю, блин, это не суперклей. У меня сейчас ногти не приклеятся. И одеваться было некуда, потому что уже меня накрасили, одели. И нужно было быстро снимать. И мы берем этот супер, не суперклей, а берем клей-момент. Но, видимо, сейчас, знаете, этот клей-момент не такой был, как 10 лет назад. И я начала на этот клей-момент приклеивать себе, ну, не на эту руку, это у меня нарощенные ногти, сюда типсы. Там самое главное, он, конечно, приклеивается не так быстро, как суперклей. Немножко нужно прям зажать и подержать, наверное, секунд 10-20. Слушайте, у меня сейчас, по-моему, рыба сгорит. Сейчас, минутку. Что, какой-то запах такой пошел. Блин! Точно сгорела. Вера Мирошниченко, ты зачем мне сказала рыбу поставить перед моим эфиром? И сама не пришла еще. Блин! Короче, твоя рыба сгорела. Хотите посмотреть на мою рыбку? Короче, кранты рыбки. Ну что ж, так бывает. Блин, жесть. Так, прошу прощения, люди. Сейчас. А еще, еще одна классная история. Вы знаете, что я художник. И увлекаюсь живописью. Я тут попала в очень классный, интересный музей в Санкт-Петербурге. Всем рекомендую сходить в этот музей, кто интересуется дизайном ногтей. Вот смотрите, когда мы идем в классический музей какой-нибудь, Третьяковская галерея, или мы идем в Эрмитаж, там немножко классическое искусство не у всех может коррелироваться с дизайном ногтей. Очень сложно это как-то переложить, переосмыслить. А я была в Эрарте. Это музей современного искусства. Вот кто не видел, я делала обзор, прям выкладывала несколько дней назад такое прям большое, 10-минутное видео, как я сходила в этот музей. Еще раз, музей называется Эрарта. Это не государственный музей, он организован был на частные деньги. И вот для мастера маникюра, кто особенно конкурсами увлекается, чем-то нестандартным, вот прям всем рекомендую сходить в этот музей, потому что реально вдохновение получите для вот каких-то фактур, композиций. Столько, я вот еще хочу доехать домой и вообще сесть все это переосмыслить. Так, по клею понятно, да, что это был супер клей. Супер клей, он держит плохо ногти. Понятно, что я их очень легко так тых-тых-тых оторвала, ногти не повреждаются. В чем было неудобство? Мне нужно было вот такое движение постоянно делать рукой, и я цепляла мизинец за ухо, и он у меня легко отлетал. Мне каждый раз приходилось его приклеивать. Вот, поэтому на клей момент это чисто приклеить, вот не дотрагиваться до этих ногтей, снять какую-то. Какое-то видео, видео буквально, и все, ну как бы на дольше не хватит. А так, покупаете супер клей, клеите на супер клей, единственное, машинкой придется снимать, потому что он очень крепкий. Я еще была в театре. У меня, наверное, самое большое впечатление, помимо свадьбы, это была Маринка, это вторая сцена. Я никогда туда не хотела попасть, не знаю почему. Вот я смотрела на здание, оно современное, его построил, по-моему, шведский архитектор. И вот, ну как, я такую архитектуру не люблю. Хай-тек, модерн, не люблю такое. И я никогда, вот знаете, когда выбирала, например, балет либо опера, я всегда шла в Маринку в сцена 1, в старое здание, потому что мне нравился антураж. Вот эта аутентичность, там, знаете, ты сразу пропитываешься этой стариной. И когда вот эти костюмированные постановки, старые, балета, либо оперы, это настолько вот прям вдохновляет. А здесь, получается, не было выбора, потому что я очень хотела попасть на оперу «Валькирия». И она шла только на этой сцене. Я нисколько не пожалела, думаю, господи, почему я раньше этого не попробовала и не делала именно в контексте этой Маринки свои походы в оперу и балет, вот не знаю. Там, во-первых, современно оборудованная сцена, что позволяет им делать не классические декорации, а современные с использованием всевозможных наворотов. Вот я показывала куски «Валькирии» в сторис, потому что снимать нельзя было. Я уже в самом последнем акте уже там подняла телефон и поснимала буквально одну минуту. Но там даже по этой одной минуте видно, как красиво, необычно, вот с этими спецэффектами современными сделаны декорации. Эти облака плывут, горы, освещение, всё там это летает. Короче, это было так красиво. Единственное, слава Богу, что со мной никто не пошёл, потому что я пришла в 6 часов, а вышла в 12 часов ночи. Получается, я в театре находилась в 6 часов. Понятно, что постановка шла не в 6 часов, она шла, ну, наверное, каждый акт, а их 3 оказалось. Я первый раз была на опере, где было 3 акта, представьте, 3 перерыва. Каждый перерыв, он всё равно там минимум 40 минут. И, понятно, вот это вот всё вместе складывается в 6 часов. Потому что если бы кто-то со мной пошёл, я думаю, что человек бы не выдержал. Потому что я уже под конец третьего акта просто размазалась по этому креслу, я не могла ничего с собой сделать. Ну, прям, ну, я устала. В общем, я очень рада, что у нас есть возможность иметь такие города, как Санкт-Петербург и Москва. Потому что вы себе не представляете. Вот можно каждый раз приезжать в эти города и каждый раз находить какие-то новые вещи для изучения. Я в этот раз сходила специально во все новые места, где я раньше не была. Я сходила в музей Фаберже прям подробно, на весь день я пошла. Специально, потому что обычно, когда мы едем там, знаете, в Санкт-Петербург на 5 дней. Всё голопом, всё быстро, несколько музеев в день одновременно, и ты половину не запоминаешь. А в этот раз я пошла, весь день провела в Ирарте, и в другой день я провела весь день в музее Фаберже. Тоже очень так прям вдохновило меня, потому что с точки зрения предпринимателя, да, что вот это семья, это был семейный бизнес. Я потому что потом всё залезла, изучила про Фаберже, про его семью, про его детей, что произошло с этой семьёй в революцию. В общем, очень интересно, ну и красиво, конечно. В общем, вот как-то так. Сегодня у нас такой эфир. Ещё раз пересмотрите обязательно начало. Шесть оттенков, которые я вам сегодня презентовала, потому что в наступающей осени шесть этих цветов прям будут очень в контексте. Несмотря на то, что эту коллекцию выпускали весной, в это лето. Но границы сейчас стираются, и яркие цвета, они вполне уместны в контексте осенне-зимнего периода. Всем хорошего настроения, всем пока-пока. А с вами прощается Екатерина Криворотова. Шутка, конечно. А здесь я буду представляться также Екатериной Мирошниченко, потому что это мой псевдоним теперь. Ну а так я, да, Катя Криворотова. Всем пока-пока.